баскета тут всем привет меня зовут елена баски и сегодня наш выпуск посвящен одному из традиционных стилей татуировки и поэтому я в гостях у моего друга боевого товарища одному из ярчайших представителей этого стиля в россии да и пожалуй в мире сергей буслаев расскажи буслай привет стилем привет ты занимаешься я работаю в японском традиционном стиле еще он называется и резуль так расшифруй обычному человеческому человеку и резуми же по моему в переводе означает именно татуировали зуми это инъекция краской дословно переводится хотелось узнать немножечко о твоей истории чтобы люди кто нас смотрят понимали что мы знаешь ли не просто взяли человека с улицы почему как ты попал в эту профессию я стал татуировать уже более-менее профессионально 2006 году до этого я служил в армии до этого учился военном университете до этого учился в школе профессию попал ну не знаю как-то случайно наверное интуитивно очень хотелось работать татуировщиком тогда это было не такая популярная профессия как сейчас но вот непреодолимое желание заставила все бросить и очень удачно заставила заниматься татуировкой изначально конечно я делал все подряд я учился делал американские траги где мне очень нравился реализм делаю полинезию вообще все что человек хотел я все делаю любую надпись универсальным мастер начинает ему выбора особо нет он старается пробовать себя во всем вообще и практиковаться как можно завал но как-то я в журнале увидел огромную татуировку на все тело впоследствии узнал что это японский стиль вот и меня это затянуло меня это очень сильно впечатлило эти масштабы все красиво вписано гармонично в тело вот и поэтому постепенно не сразу конечно все бросил начал делать японию вот постепенно я начал приходить к этому стилю пробовать что-то рисовать информация не хватало покупал книги мне дарили книги мои родные и близкие люди вот и так я стал познавать потихоньку этот стиль слушай но про тебя я первый раз услышала наверное в десятом году была тату конвенция когда вы с твоей прекрасной женой занялись ее бедром первое место да по моему в японской татуировки да сейчас я знаю ты не любишь эту работу уже номинацию назвал oriental oriental это что-то такое общее понятие японская татуировка да это восточная татуировка вот в десятом году мы переехали с ростова сюда в москву так как нехватка опыта может быть клиентов заставила двигаться куда-то и ну естественно только москва на последний пункт в россии куда можно поехать заработать деньги получить опыт ну и развиваться ну мне кажется вообще из ростова много как много рэперов короче крутых из ростова так и много татуировщиков реально к мировых звезд которые какая-то да есть кузнец и польские люди южные энергичные скажи мне почему ты не стал возвращаться в ростов потому что знаю некоторые мастера летают и там в калифорнии работать не знают это в америке но все равно возвращаются там вот у своей студии все такое ну типа нас и тут неплохо кормят калифорния не летал не знаю может быть из калифорнии я вернулся бы в ростов но из Москвы мне не захотелось возвращаться я ехал бы на самом деле на два-три года поработать под заработать денег поднабраться опытом да хотелось обратно вернуться там родственники живут ну и вообще прикипел к этому городу ну приехав в москву пожив там три-четыре месяца вернулся в ростов понял что в принципе в москве нормально в москве неплохо можно ездить в ростов гостить отдыхать ну и плюс тут конечно незаменимое общение до между вообще наверно очень много хороших тем более в те времена много хороших мастеров только здесь как бы концентрировались приходилось общаться только тут мы поговорили про твою историю давай вернемся к истории самой татуировки в японии вообще как это все зародилось куда это все пришло и что с этим делать как и во всех цивилизаций в японии делались давным-давно татуировки вот они были необходимы людям для подчеркивания статуса человека определение до определения кто в социальной этом сетке кто этот человек вот впоследствии татуировка стала делаться как в наказание как вид наказания татуировка стала делаться как вид наказания вот называться и виду инъекция краской в то же время развивалась и татуировка как искусство было много мастеров которые делали красивые татуировки и они себя не хотели ассоциировать с криминалом видом наказания с криминалом заимствовали у резчиков по дереву глагол хору вырезать врезать по дереву то есть это схожи стали себя называть хоре ши то есть резчик по дереву так как искусство резьбы по дереву было очень схожи с татуированием те же самые плавные линии которые вырезали сделались медленно основательно вот это было очень похоже она этим схожи с термином то то у которая является вроде как родоначальником слова тату и татуировка в переводе тоже означает вырезание шрамирование ну то есть это видимо какие-то обмен знаниями космическими вот а сам продукт то есть резной объект назывался хоре моно сейчас мы знаем что татуировка продукт там будет сьют называется хоре моно а ты слышал историю про пожарников вот я в одном из своих выпусков где я знакомила подписчиков вообще со стилями татуировки рассказывала это я где-то прочитала честно скажу что было были вообще татуировка пошла от пожарников так как они голенькие бегали на пожарных то что иначе все можно обуглиться они делали себе вот эти костюмчики и у них были разделения там вот это вот например там бригада хризантем они побежали не очень хорошо тушат там бригада пионов тушат получше я тоже это читал да но я не могу сказать что это был х именно так ну такая да это интересная дать теория как бы это очень как сказать мило и красивая легенда да такая вот она заставляет человека думать приятно такие интересные что что такое зачат хорошо расскажи нам пожалуйста как это все превратилось современная татуировку да я знаю что в японии очень жесткие ограничения в сну вот сейчас там даже есть такие знаки за перекрещенные татуированные люди как мы как будто переход переходим вот такой человечек только там перекрыли перекрещенные татуированные человечек что там за проблем с в японии в тот момент когда татуировка начала развиваться она стала развиваться вместе с искусством гравюр японии вот такой какой мы сейчас наверное узнаем то есть гравюра у кио и рисовались и использовались как дизайны для татуировок нужно было купить себе гравюру и выбрать из них взять с нее дизайн татуировщиками непосредственно были большей степени те люди которые вырезали доски под эти гравюру и ксилографии они же были и татуировщик приятно и с полезным они уже умели резать в принципе и татуировать ну оставалось делом техники еще немного и научиться татуировать татуировка становилась очень популярна и власти видя это всячески старались препятствовать развитию татуировки ну и запрещать ее потому что они боялись что это все криминальные до дела наверно поэтому и не только криминально это было связано и с верой то есть тело данное нам там богами и так далее оскверняет не стоит и и с криминалом тоже какая-то связь была вот но чаще всего ну и вообще основным каким-то таким посылом правительство было что нельзя осквернят тело почему сейчас такая же история происходит я слышал что там какой-то или чемпионат был ли что ты многих татуировщики им приходилось вообще мигрировать только бы оставаться либо они как-то скрыто работают там каких-то подвалов но не очень сильно консервативных поэтому наверно это до сих пор и происходит и связано сейчас картина консервативные но трусики у них продаются в автоматах вообще конечно в каких-то моментах нам их не понять сами в татуировка не должна оберегать и сохранять уже как какое-то наследие когда древнее искусство ну вот они пытаются запретить до сих пор наверное связано это и с криминалом на сегодняшний день вот у меня интересная была история саша забит у него уже скоро будет видимо костюм от гусла и когда мы были в путешествие в калифорнии в universal park в этот аттракционов да наверно его назвать парк аттракционов в общем мы были там в америке 24 дня у нас ни разу не было никаких проблем вообще нигде все говорили о боже это так красиво что за мастер вам делал и откуда этот мастер о боже он в россии вообще когда вы вообще боги просто это было очень круто но был один случай когда вы были в universal парке в этом мы шли и была какая-то такая престарелая прям такая вот как уже как изюмчик такая японка на каком-то кресле каталки и и везли и она когда увидела сашу она испугалась так она вжалась в это кресло начала дергать своего провожатого тыкать пальцем и вообще мы даже ржали между собой что она возможно подумала что якудза за ней приехали в америку отыскали они меня нашли ну то есть для нас это было очень удивительно они действительно этого боятся непонятно почему хотя мне кажется у них одна из мощнейших наверное да культур именно ну татуировки которая там веками живет и очень такая мощная традиция в связи с чем я хочу тебя спросить какая вообще традиция если какие-то правила там расположение обязательно то есть вот я знаю что например не может быть ни черного фона до для многих людей то есть вообще шок они считают что если ты сделал просто дракона и там набубенил что-то там синенькое сзади то типа это вот традиционная японская мы говорим про конкретный да узконаправленный вот сейчас вот стиль если эти правила откуда берутся мотивы то есть мы это уже чуть-чуть обозначили но тем не менее кое хотелось бы расширен японская татуировка да прежде всего большая японская татуировка стремится занять все тело человека впоследствии не для слабаков я особенно каждый раз хочется что-то добавлять и продолжать то есть это какая-то часть это рука то нога это спина это торс обязательно черный фон вот чем больше черного фона тем лучше черного много не бывает татуировки скромная цветовая гамма вот чем она скромнее тем на мой взгляд татуировка выглядит более строго солидно позвали на хорошее слово правда поэтому какие-то там цвета фуксия не знаю яркие кислотные тона в японской традиционной татуировки не используется если навяливают что это японская традиционная татуировка с салатовым цветом тогда вас обманывать скорее всего ну и плюс наверное это связано с тем что пигментов то не было такого большого коллега изначально не было пигментов и делали там буквально какая-то минимальная цветовая гамма была был там коричневый цвет несколько красных то есть там темно-красно-светло-красный или оранжевый и в принципе оттенки серого и черного то есть чтобы максимально скромно чинно-благородно потом же в японии очень многое зациклено на временах года вот они помешаны на весна там лето 8 зима и в татуировке это изображается почему потому что татуировка вот опять же пошла развивалась вместе с ксилография с гравюрами и в гравюрах изображалась примерно то же самое времена года какие-то пейзажи самураи вот из легенд и все дизайны гравюр переходили в татуировку непосредственно из-за этого в принципе такое как ограничить ограниченный набор вот элементов которых можно использовать там в одном например в рукаве чтобы это было лаконично аккуратно и без наляписи правда ли я не специалист в стиле но насколько я это знаю поправь меня если не ошибаюсь например там какая там осенью карпы плывут только вверх и в этот период и не можешь там изображать там кленовый лист то есть вот эти вот правила жесткие есть действительно то есть сакуру нельзя изображать с этим пион нельзя изображать с этим или все-таки на сегодняшний день правил вообще никаких нет люди делают все подряд но мы это про классе мы про классика говорим да ну желательно если ты начал делать рукав с карпом и с кленом дату осенний мотив вот то следующий рукав лучше сделать тоже с карпом и с кленом то есть с пионами с весенними цветами это уже не будет сочетаться априори если говорить о японском как мировоззрение зрение на татуировку то это будет такой моветон то есть должен быть весь костюм в одном стиле желательно если ты делаешь костюм уже потом впоследствии всегда нужно думать о том как ты будешь продолжать вот ты захотел сегодня сакура завтра у тебя настроение переменилось ты захотел клен вот и сакуру с кленом в одном из разных мест понятно поэтому вместе гербаре делать да никто не запрещает вам фантазировать да но понятно классический японский ездор классика есть классика расскажи есть ли какие-то легенды вот опять же таки с этим карпом до который достигает там какого-то даком плывущего по водопаду ну а вообще значение там карпа кои это борьба может быть внутренняя какая-то достижение какой-то цели то человек поставил себе цель например делает себе карпа кои достиг этой цели карп достигая как карп достигает там драконьих врат вершина водопада том потихоньку превращается в дракона получать именно плывущий вверх как плывущий вверх да есть еще такая промежуточная форма как карпа дракон мако друге называются да очень то есть вроде бы он уже вот он вот подплывает к вратам и начинает трансформироваться у меня потихоньку голова в драконе превращается тело вытягивается но какие-то там шипы когти появляются и потом он становится дракон вот человек сделал с одной стороны карпа с другой стороны дракона мне как принципе идея и такая татуировка будет понятно а вот есть слушок поговаривают ты повелитель карпов в нашей стране больше чем ты мне кажется карпов вряд ли кто-то делает расскажи что за популярность и чару да почему именно карпа почему люди не вы не выбираем не выбирают там другие какие-то вещи ну я как бы о чем как как я это вижу да для человека этот символ наиболее понятен и красивая легенда красивая легенда можно как-то это постараться люди это проецирует на себя эту ситуацию то что они достигают какой-то цели двигаются вперед никогда не сдаются то есть карп который плывет вниз по водопаду это уже другой этап да это либо он сдался либо он достиг своей цели тоже и отплывает чтобы как раз за рулю это магазин поэтому это самый понятный дракон карпа может быть феникс тигр такие самые понятные символ и потом наверно легко объяснить там если ты рыбак ты можешь сказать да я просто люблю рыбачить а если тебе интересно общаться с человеком случае я парню делал который рыбак и работал продавцом магазине сделал ему карта такое на плече вот он торгуя в обычный день заходит клиент выбирает что-то там какие-то воблеры блесна смотрит у него рыба на плече на татуировано он подходит так тихо ты чё рыбак офигенный что карп еще является символом рыбаков очень круто а расскажи какие может быть твои любимые то есть я так понимаю что есть какая-то серия гравюр до которые являются основоположниками да откуда берут вот эти мотивы тех же самураев вот эти маски там из театра до традиционного который изображает какие там есть твои любимые например персонаж когда в японии перевели из китайского языка роман речные заводи в японии называют 108 героев свой каден и к этому роману были налицованы иллюстрации которых изображались действующие лица этого романа и часто они изображались с татуировками в то время это просто порвало к ту сферу древнюю японию это был восемнадцатый век по моему 17-18 век сразу сто восемь самураев красивых с татуировками безумных безумных костюмах с разным оружием с разной историей характерами это просто взорвало и люди начали себе их татуировать и на самом деле это является вот самым наверное любимым творчеством листать изучать этих самураев читать книгу про них я прочитал отличный заводи а там вот такая книга у меня два дома по 600 странице это просто бомба я когда заканчивала читать у я просто плакал мне хотелось еще 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 больше и так больше вот эта книжка вот 108 героев все кадены с иллюстрациями это в принципе азбука татуировщика смотришь берешь рисуешь делаешь по моему хоре-моджи до перерисовывал их если я не ошибаюсь кто-то много перерисовывал да вообще японцы ну насколько я знаю считают дурным тоже тоном когда этих самураев перерисовывают интерпретируют там в каком-то другом ключе меняют там основную позу не такой как на гранили меняют там одежду или татуировки на них то есть ну они бы хотели чтобы это оставалось таким как было изначально вот поэтому эти дизайны берутся грубо говоря копируются на тело кстати про позу сейчас я вспомнила ты как-то рассказывал что почему до изображение какого-то героя на спине должно заканчиваться в определенном моменте что когда в бане до находится человек да так считается что фигуру самурая нужно располагать так чтобы одна нога у него стояла у тебя на пояснице а другая чуть чуть ниже на ягодицы допустим сидячем положении тебя когда ты сидишь например в бане или не знаю на лавочке раздеты то самурай у тебя за спиной стоит на двух ногах вот ну это вот такая это круто как будто тебя со спины кто-то вот защищает наш так оберегает это прикольно то есть человек может выбрать помимо там самого нравится не нравится рисунка может еще узнать легенду этого персонажа нужно почитать о нем кем он был какой подвиг совершил подобрать себе героя по характеру и сделать его это очень прикольно но таких татуировок у нас делается мало забыли с тобой еще один момент обсудить которые у тебя хотел спросить когда ты говорил про обилие черного цвета в интервью хари кицу ну по-моему я где-то прочитала что он по моему в тату артист магазин кстати очень хороший журнал сейчас я не знаю может быть и немножечко уже стали попсятину там выкладывать но когда это первые выпуски это прям тоже библия мне кажется надо читать эти переводили туда мы все переводили их вообще было нереально было почку продать чтобы купить журнал в этом у меня здесь есть шрам но в общем там у него было написано что у меня 3 почка выросла там было написано что в японской татуировки 80 процентов успеха это фон что на фоне все завязано конечно ну то есть от нее ты сначала условно продумаешь фон а потом уже с решаешь с этим героем чтобы это все входило приходило до в первую очередь буду смотреть на твой фон как он завязан как он связан как все стихи которые изображаются в твоем фоне как они в фоне как они взаимодействуют между собой ведь там вода воздух огонь земля все это нужно грамотно как-то расположить вписать в тело так чтобы была хорошая динамика у фона как фон связан с героем который присутствует то есть герой наверно уже такое второстепенное что-то качественно хороший фон опять же качественно сделан качественно нарисованы вписан по правилам облачка как ну да все линии то есть если линия где-то появляется то она потом куда-то исчезает если она продолжается она продолжается кажется самый такой типа для людей странный предмет в фонах это камни ну скалы вот эти то есть для людей это вообще непонятно что это за черная блин здоровая линия а по факту это одну классическое изображение или там в тибете на хан как изображали примерно одинаковых них были эти общие правила кстати чем ты колешься смотрю тебя индукция вот есть какой-то ротор что ты выбираешь индукция или ротор это это а шайен такой я хитрый просто почему так много и чадой не мишка вода не умею 1 колода вообще нравится мне железачки всякие собираю вот я работаю индукции ротором индукции как правило контурю это позволяет делать быстрые ровные линии на мой взгляд я не знаю вот а ротор позволяет быстро и качественно прокрашивать упорную цепки хорошо вкрашивает пигмент черный которым вы знали работу он прям не очень сильно помогает в этом я поэтому я работаю тем и тем периодическим есть покрасочники индукции тоже развлекаешься по настроению хочу сегодня это да могу себе позволить не зацикливаться на чем-то одном например купить себе шайен и работать картриджи менять постоянно как это как на конвейере да мне больше нравится это же сам процесс аппараты до ручной работы пока с тобой так душевно разговариваем на меня подглядывает один маленький кругленький красный персонажик а я его часто вижу в татуировках расскажи немножечко про него вот это даруман на наш лад это такая матрешка японская ее покупают под новый год загадывают желание закрашивая один глаз и впоследствии в течение года если это желание сбывается ну как бы если ты прилагаешь усилия наверно к этому они закрашивают второй глаз и оставляют ее дома вот и если желание не сбывается его относят обратно в то место где покупку купили как правило это храмы и утилизируют сжигают вот вообще даруман вот это вот матрешка она пошла стала делаться с древних времен когда-то монах вот буддийский буддхидхарма до сделав себе келью там в пещере много медитировал там течение многих лет вот сидел вот в этой красной мантии пытался достичь там просветление у него атрофировались уже и ручки и ножки и он уже вот выглядел вот так вот закутанного это красная красную мантию я сидел с открытыми глазами однажды ему ну естественно какие-то искушения ему шли постоянно в голову медитирует да все равно что-то было и ему приснились какие-то там красивые места там дома не знаю деньги или еще что-то еда может быть и он почувствовал что он приснул разозлившись на эту ситуацию он взял нож отрезал себе веки из-за того что он приснул и бросил их на землю вот и впоследствии они засохли и как говорят китайцы отсюда пошел пошли наши зеленые чайные листья и бодрящий и баста со своими треками и там же ростов короче все связано что вот происхождение чая китайцы и японцы наверно уже ассоциируют вот с этим случаем китайцев у японцев вообще самые такие милые красивые легенды с этими карпами дарома и там и так далее фантазия у них работает кстати про дракона вот мы с тобой не поговорили тоже популярный символ во первых почему нельзя его делать с мизинчик давай начнем с этого а во-вторых что вообще что за дракон что за зверь такой это знаешь тоже понятное дело что в японии есть определенные правила но некоторые мне говорят что я хочу реалистичного дракона и ты такой думаешь как бы как он бы выглядел вообще будет если вы видели дракона то есть какое-то видимо общее понятие да как общее есть понятие до дракон это как бы такое наборной образ у него там голова верблюда рога оленя или нос верблюда лапы петуха гривая до 2 глаза дьявола вот чешуя змеи получается и живот змеи чешуя рыбы короче такой наборной большой образ дракона слепила что было дракон есть дракон он должен быть большим чтобы прорисовать все эти мелкие детали его нужно делать крупным поэтому вот козявка такая это червячок а не дракон но дракон не заслуживает быть настолько мелким дракон это мощь мудрость не знаю скорость гибкость все что угодно конечно они такие себя они разные бывают задумчивые бывают злые агрессивно они тоже разные раздать и спрашиваешь какую эмоцию человек всегда с этого никогда люди сами даже предлагают я бы хотел было делать нам злого кто вызывает мудрого там грустного задумчивого и лица можно как и людям рисовать то есть разные да я немножечко влезу со своей темы но у меня недавно была история когда мне девушка пришла и говорит я хочу сделать дракона во всю спину чтобы он был похож на моего дедушку я на консультации такая вот он такой мудрый как вода защитник но очень прикольно она все описала и игру присылает письмо там и она мне прислала фотографию дедушки и реально дедушка я не знаю как это передать вот у него он какой-то вот вот это выражение знаешь что какая-то мудрость дракона и я наверное прикреплю фотографию там понятно не закончена пока работа что она большая но вы просто поймете то есть но это очень прикольный такой то есть видимо человек все равно выбирает себе вот этих персонажей да ну неспроста для девушки дракон все-таки такая достаточно редкая тема в большом формате не вот это вот опять же таки козюлечка хотя кстати козюлечка ну как козюлечка наверно по тем временам это было абсолютно нормально николай второй да николай николай да у него была татуировка причем сделано в японии расскажи пожалуйста про это вообще мы остановились в принципе наверное на том что они как-то запрещены были в европе и так далее когда они появились получили массовое вот это свое распространение почему николай вообще татуировка стала популярна японская у европейской знать и в тот момент когда были открыты границы японии для путешествий вот в туристических гидах даже были написаны списки татуировщиков но японских и николай второй будучи там гостевым визитом путешествует по круга свою кругосветное путешествие осуществляя он зная это попросил и поле японцев что по ним предоставили татуировщика вот в наказать в нагасаке 1891 году ему сделали татуировку такой сувенир привез до принес которые не впоследствии через там несколько лет его брат георг да сделать себе тоже такого же дракона на плече вот некоторые люди считают что это заговор масонский там или еще что-то ну да я слышал что это просто власть короче просто было очень популярно и такое искусство до уникальное европейцы брали даже из японии с собой татуировщиков висли на континент они там всех татуировали то есть в качестве такого сувенира забирали татуировщика который татуировал народ уже в европе неплохо такой да ну кстати как можно позволить своего времени кстати тоже одна моя клиентка которая прям катюша привет если смотришь она очень прям фанат николая второго и очень дурает короче знаешь всю историю вот она мне говорила что первый тату салон кстати был в питере в 1914 году потому что даже у нас в россии это стало в какой-то определенный момент мода и люди делали именно из высшего света себе такую вот как сейчас сумки биркин покупают тогда делали вот такие нас ну это то что была диковинная штука не точно не могли себе все это позволить и вот был как бы тот тоже та же самая история человек которого есть деньги у которой высокий статус может ходить себе вот в 14 году статуировка и сразу видно человека на это право высокий поздно потом все революции все закрыли на сам интерес всех уравняли всех уравняли без татуировка ты сейчас только что нам озвучил про списки в гайдах да для для туристов расскажи что там за списки как туда можно было попасть можно было как-то заплатить там инстаграме что-то выложить эти списки публиковались в гайдах туристических газетах списке нормальных татуировщиков вот мы говорили про глагол хору про резчиков хоре и хоримон и продукт непосредственно резной объект потом впоследствии татуировщики начали добавлять своим к этим приставкам хоре часть своего имени какого-то вот и так появились в принципе уже определенные татуировщики с определенным именем то есть вот этот самый знаменитый харьоши да наверно харьоши да самый знаменитый но до него естественно были вы харьоши 1 2 1 3 да так образовались уже идентифицировались династии татуировщиков то есть это имя передавалось из поколения в поколение то есть от учителя к ученику мы буслая между собой называем буслаёши чтобы вы понимали это новая приставка современная то есть получается вот эти но это искусство татуировки она была именно искусством как кузнец там 38 поколений кузнецов это было это было ремесло вот как резьба как кузнечное дело и татуировка это ремесло хорошо а как же сейчас современному человеку когда в ну по крайней в нашей стране еще нет таких поколений татуировщик как ему выбрать своего мастера на что обратить внимание прежде всего нужно обращать на портфолио мастера нужно смотреть если вы выбираете все мастер по японской татуировки в его портфолио должны быть японский продукт продукт японской татуировки вот если вы видите в портфолио портрет-портрет джонни деппа потом карп потом не знаю tribal следующее идет на макубе контемпори сейчас новое направление да потом графика и так далее человек делает все подряд он априори не может сделать хорошо на мой взгляд японскую татуировку то есть этот человек универсал то есть как я неоднократно повторял до своих выпусках если вы идете к мастеру но это как с врачами да есть там общей практике врача есть там конкретно там делает рентгенолог вот его это узкая направленность лучше всех это сделать можно почитать отзывы сейчас он будет фотошопом скажи мне ты же понимаешь что ну по крайней мере конечно новое поколение татуировщиков старички типа газ ну тяжело короче работает со всеми программами хотя конечно тоже приходится иногда там как-то до вливаться новое поколение не знаю там да не хорошо неплохо но фотографии очень сильно отредактированы особенно в инстаграме там не знаю с просто с размытым фоном от пидориной кожи все черные цвета такие что они всасывают просто планеты ну то есть как черные дыры вот вопросики на что обратить внимание чтобы не наколоться ну то есть я всегда всем советую идите на конвенцию смотрите про это сказать нужно идти просто если вы собрались сделать эту уроку себе и делать большую татуировку женскую на всю жизнь да можно немного подождать наступит лето пара тусовок сходите на эту конвенцию там вы можете посмотреть на всех мастеров в одном месте посмотреть вживую работы этих мастеров и уже для себя расставить вообще все точки над и тем более есть конкурсы эти модели обычных да ну смысле в толпе и вы можете прям подойти чуть ли не пальцем потерями только разрешение общаться с этими клиентами как у них да сразу проконсультироваться там короткую консультацию получить у мастера от конвенции нужно посещать для того чтобы выбирать мастера направление не забывайте что если вы едете в другую страну обязательно есть world tattoo convention я ссылку оставлю внизу вы можете на этот сайт зайти посмотреть вы например летите в барселону метку один раз был вообще замуж там эта конвенция мы шли по барселоне смотрим баннер весь и думаем о круто короче надо надо сходить и мы пошли и там сидел как раз хари кицу ну то есть как бы я говорю там сашу что блин там у него наверное очередь там на три года вперед как мы обычно привыкли думать там к нему хрен запишешься года я пойду спрошу и в общем он подошел он горда приходи через 20 минут и короче он сделал себе очень крутого мастера совершенно просто спонтанно татуировку и прямо на очень круто живет выглядит кстати хитоку да милая легенда что у него в пупочке он из пупочка золото достает это всегда полезное свойство то есть вы можете да и сделать там у каких-то метров с ними пообщаться вот так вот вось на вася в принципе достаточно дружелюбные да и не ничего такого страшного все думают что все татуировщики бородатые страшные сидят так мало понятно что по монитору телевизм как бы компьютера ты не поймешь насколько эта работа отредактирована насколько черные там не черные красные ну да то есть это вообще впечатление сейчас больше играет роль ну вообще видно вот если ты смотришь там инстаграм человеку просто видно мусор человек там туда закидывает либо у него есть какая-то система работы вот как он как как выглядит его пропал риск стать история тоже не забывайте потому что там ничего нет человека порядок в голове все представлено то есть мастера тоже выбираешь не только по одному каком-то критерию вообще в общем и на консультации приходить и опять же смотреть как мастер работает в каких условиях он работает до условия того как разговаривать мы периодически говорим про это что мастер понятное дело что должен подходить и технически но вам же с ним работать если вы делаете спину вам ну минимум год да наверное делать ее вам с этим человеком надо провести как тогда сколько 50 60 концу спины человек уже родной те становится ты знаешь да о нем много и он тебе уже многое знает и свои проблемы вот радости то есть обо всем уже начинаешь да вы на протяжении года получается там раз в месяц два раза в месяц постоянно как или знаю с лучшим другом заканчиваешь такую большую татуировку ты становишься так много грустно да прощаться всегда ну ничего да тут главное костюм просто код машешь манеки ладненько допустим наш клиент уже выбрал мастера расскажешь как ему объяснить что он хочет вообще стоит ли слушаться мастера и беспрекословно отдавать свое единственное чистенькое тело вообще даже не споря вообще нужно ли озвучивать свои желания или сам мастер озвучит как твоя лично строится работа заходит до клиента сразу знаю что тебе да кстати очень часто люди люди говорят что вы же мастер вы посмотрите на меня и скажите что мне надо и ты такой сидишь думаешь бывает вообще конечно по разному ну сейчас чаще всего люди уже приходят немного подготовлены что-то почитали работы мы изучили например но если мы говорим о том что человек ко мне пришел вот в стиле покопались определились уже чем-то сама консультация у меня как проходит человек приходит мы общаемся потом я снимаю размеры записываю человека на сеанс и уже к сеансу готовлю дизайн заранее я эскиз не показываю принципе все что мы обсудили эскиз тебя на месте до эскиз на месте если человек приходит ко мне значит он понимает в конечном итоге что он получит вот какую работа видишь портфолио мастера примерно понимаешь что будет вот так вот по это важно если человек приходит и говорит я не знаю что я хочу например посоветовать ему что что-нибудь я стараюсь ничего не советовать я говорю что можно сделать это 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 но это выбирать все равно конечное решение принимаете вы то есть ему просто говорит что вы можете это почитать это почитать и уже сами я могу здесь до предоставить литературу какие-то лизняли до человека направить там чтобы он не смотрел то что не нужно или посмотрел на то что нужно вот то есть ну вообще общение с человеком она вот позволяет узнать его побольше и понять что ему нужно но как ты сам то выбираешь себе мастера для того чтобы татуироваться татуировщика всегда очень сложно найти своего мастера да очень сложно я крайне редко татуируюсь сейчас работа забот каких-то ну и как бы в бразилии твой мастера мой мастер в бразилии но сейчас он уже в европе и в этом году я надеюсь к нему попаду как я выбрал себе мастера я просто увидел работа его вот и они у меня залезли в голову ни о чем думать уже не мог и принципе мы женой приняли решение съездить в бразилию познакомиться из россии в бразилию да не из биберева в центр а из москвы в сан-павло поехать сначала я не думал что буду делать татуировку вообще хотелось бы познакомиться я уже начал делать у него татуировку на второй приезд то есть второй третий приезд после этого я уже еще и не был обузла делает спину на секундочку будешь понравились его работы и татуировка для меня вот его работа на мне она больше для меня не сама татуировка важно важен этот процесс общения с мастером получения каких-то знаний перенятия опыта то есть татуировка это как повод хороший повод встретиться до татуироваться но самое важное это общение и опять же получение какого-то опыта вот на близкое знакомство такое получается татуировка но кстати многие тоже и начинающим наверное мастера можно посоветовать я тоже там когда начинал татировать я приезжала и делал татуировки просто чтобы проследить как это происходит как посмотреть как массе работаешь раньше не было такого доступа сейчас можно прийти на конвенцию вот так вот увидеть раньше это конвенция там раз пятилетку случалось это грубо говоря я как ученик поехал к мастеру который гораздо сильнее меня вот во всех аспектах японской татуировки и путем получения татуировки от него я сам обогащаюсь знаний да так так нужно делать вот вы хотите заняться татуировка приходите и говорите научите меня а у саван татуировки нет ни одной так мы просто сделай себе хотя бы одну татуировку мастеру которого ты хочешь перенять опыт и тебе уже ну не знаю многое станет понятно многое главное запоминать ты видишь готов ли ты да кстати больно делать а то знаешь без татуировок сложно оценить насколько это больно татуировки это вообще не боль ну вот вообще ну вот я тоже так считаю татуировку да это правда тоже по собственному желанию это делаешь более то просто как сопутствующий товар который через который нужно кстати это же тоже во многих народов считал казани хватит про заказали человек себя на газ в немножечко психологическом стороны так неотъемлемая часть процесса любишь боль любит это боль пройдет а татуировка красивая останется как ты считаешь кому лучше подходит такой вид татуировки там смуглая кожа светлая кожа или там вообще не знаю нации там или девушки мужчины вот что ты вообще об этом думаешь но японская татуировка вообще всем под всем нациям всем она всегда всегда выглядит столово с годами она становится только лучше если как бы человек темнокожий можно сделать большую крупно детальную японскую татуировку вот например в черно-белом исполнении максимально контрастную вот хорошо видно вот есть у нас как правило здесь в россии все светлокожие и татуировки цветные выглядят хорошо но опять же на темнокожих можно ограничиться какими-то цветовыми гаммами вот поэтому максимально всем подходит японская татуировка вот у нас внутри да да готов к человеку готов терпеть это тоже не дешевое удовольствие и финансово был подготовлен к этому но вы делаете татуировку раз и навсегда а iphone вы меняете раз в год просто подумать это грубо говоря ваша душа такая внешняя ты вид как какая будет вас татуировка так вас это цель это правда скажи нам есть какие-то особые тогда моменты заживления этого стиля да можно ли использовать сейчас модно использовать эту пленку который накладывает через пять дней смывается мне кажется японии она так сильно прокрашена как ты считаешь у меня заживает все всегда нормально подтверждаю подтверждая санек свидетель у некоторых людей даже на третий там четвертый день уже отшелся до только увлажнять татуировку пробовал по-разному пробовал и с пленкой заживлять и с пеленками пробовал заживлять пленка мне не очень нравится пеленки классика всегда стопроцентное заживление да я как бы объясняю клиенту что можно ну как бы нужно делать так и так но можно использовать и пленку там можно вообще все снять и броситься в лужу купаться на следующий день это уже я просто говорю как нужно сделать а человек уже сам решает как он будет делать и коррекции платные же частенько если вдруг человек плохо заживил по и свои денька вообще человек когда делать большую работу он уже несколько раз приходит сначала вот ему страшно как и все это будет заживлять потом и втягиваются у него своя система какая-то налаживается я уже объясняю как бы что тут можно с халяви тут можно уже в баню пойти и так далее мы общаемся на эту тему правила не как одни для всех но первое время до первую тренировку вы должны идеально заживлять потому что можно в принципе на следующий день снять пеленку вот и только мазаться крем ну опять же правило одинаковые для всех потом но например если у вас гиперкератоз у вас там будет дольше течь поэтому первый раз попробуйте все хорошо заживите а там уже дальше будет я хорошо все заживает нормально если если нормально короче если вы готовы к татуировке все нормально сделано это тоже правда и вопрос который задают большинство до чтобы оценить как-то работа очень часто пишут сколько просто сколько вот это сообщение непонятно чего на каком месте какого объема я решила ввести такую условно объем например рукав в классе в том стиле в котором работаешь это плотно прокрашенная поверхность заметьте графику например делать намного быстрее потому что там не закраса ничего полосочки сколько ты по времени и и делаешь примерно вот человек захотел сделать рукав сколько ему закладывать то есть завтра он не сможет в турцию поехать правда лучше не надо лучше поехать в новый уренблой там все будет быстрее заживать вот рука делается в среднем 20 часов плюс минус все зависит от дизайна от размера руки как ни странно девушки говорят а вот у меня рука маленькая он быстрее будет делаться нет он не будет быстрее делаться что некоторые прощальные руки есть прощает сложнее до девушек даже татуировать сложнее надо даже больше получается вот зависит от дизайна вот если дизайн прям совсем простой допустим фон и цветочки он может делаться 15 18 часов если это дракон или там полноценный самурай то он может делать 23 25 часов но среднее время 20 часов потому что у них там у самураев узоры на детализация дано это очень много времени уходит у дракона опять же миллион чешуек прокрасить нужно поэтому мелкая детализация работы сложнее чем проще тем быстрее я бы хотела у тебя узнать просто из чего может состоять цена мастера то есть люди думают что это просто чистого ты типа от балды взял там и такой думаешь а буду столько брать вот у меня сегодня такое настроение из чего формируется эта цена в целом вообще я думаю цена формируется из общего опыта мастер ну расходник то понятно сам собой расходники там не знаю какие-то аренды и все такое но это все мелочи в основном это опыт да и опыт мастера как он может реализовать вот ваши запросы этот опыт складывается из путешествий затраты конвенции до покупка литературы вот получение информации сколько стоит самая дорогая книга эти спрос перевью чтобы люди понимали что это не 500 рублей в китай-городе читай город ну самая дорогая нами на тысячу долларов это еще по блату скорее всего но без всяких пересылов там и так далее ну это пусть будет с доставкой 1000 долларов 1000 долларов так продолжай вот и я покупаю эти книги там интересуюсь японской татуировкой не знаю я считаю что у меня недорогая цена вообще ну учитывая как бы европейские какие-то цены некоторых московских мастеров ценники у меня цена на татуировки там приемлемая но мы тратим очень много времени денег энергии здоровья своего на статье посещение врачей врачей массажи суставы таблетки и все такое грубо говоря теряем зрение зрения вот из всего из этого складывается цена просто если вы этого ничего мастер не будет в себя закладывать там неважно массажа или там литературу или конвенции вы не будете получать тот продукт на выходе который да мне вы можете бесспорно сейчас можно найти мастера дешевле себе пойти там на дом в мастеру которая сидит на диване да это выбор на какую-то передачу и попивать пивко через пять минут уже вас татуирует везде пахнет борщом и макаронами он не был ни на одной конвенции не прочитал ни одной книги не разбирается они в стилях и не в значениях просто вот делает вам татуировку за за бутылку пива если вам по кайфу да то не вопрос но помните что другим путем пойти к интересному мастеру с которым интересно пообщаться у которого большой опыт путешествий не знаю вообще багаж знаний здоровский вам будет интересно просто татуироваться и там априори не может цена быть дешевого такого мастера который себя уважает уважает свою работу ну и плюс все-таки раз и навсегда еще раз повторюсь делаю это вещь делается раз навсегда делается для себя уж блин на что тратить деньги если на себя может произойти наверное то что вы потратили первый раз сумму допустим вы сэкономили там чуть-чуть денег там да я не говорю прям сильную разницу а там чуть-чуть сэкономили вроде как пошли так вот не очень нравилось а потом короче вам сделали рукав и вы понимаете что это вообще просто но не то что вы хотите носить вы нашли нашли кого-то хорошего мастера начинаете это сводить тратить деньги потом перебивает тратить деньги то есть я помню что даже приходил там к нам нововведение от себя человек который сделался полностью там законтрил японский рукав и ему пришлось выводить что он просто понял после контуров что это не японии было даже такое у меня переписка сохраняется человек пишет меня узнает цену исчезает потом пишет можно записаться на консультацию там через год на меня приходит и говорит можно мне перекрыть подожди ты мне писал ты ну как бы у тебя вроде ничего не было да вот блин сделал теперь хочу перекрыть теперь уже придется другим путем идти в воде потом это перекрывает а перекрытие дольше делается чем просто на чистую кожу татуировка соответственно человек уже платит двойную там тройную цену и плюсом дизайн тоже уже не такой свободный дать и приходится там продумывать какие куски уже накладывают определенное ограничение конечно ну что тогда опиши нам раз такой разговор пошел своего идеального клиента понятное дело что как бы у каждого он свой ну просто какие ну вот с каким подходом тебе приятно когда к тебе приходят все мои клиенты свои все идеальные вот потому что когда человек выбирает по стилю скажи и ну и они уже видят твое портфолио за тобой наблюдают они уже просто знают что они идут к тебе и доверяют наверное тут самый идеальный клиент конечно который разбирается хоть немного японской татуировки уже примерно знает что он хочет вот ну показывает тебе примеры твоих же работ не там чужих я хочу вот как здесь а именно приходит с работами которые уже сделал и вставит их в пример того чтобы он хотел сделать говорит описывает например дизайн пример либо вообще говорит я хочу дракона как ты его сделаешь это уже меня не так интересует я вот видел этого дракона мне этот нравится это нравится и я больше чем уверен что это понравится то есть полное доверие до полное доверие это идеально это вот я сажусь и работаю с удовольствием делаю татуировку как будто бы себе за себя я рисую не просто вот по какой-то задачи да по схеме по необходимости рисуют как будто для себя делают я бы хотел так и делают поэтому твоя вот это вот да история что эскиз только на сеансе показывается потому что но не по большому счету смысла власть там в традиционные полску татуировки дикие поправки делать как правило дизайн для татуировки готовлю в линиях и не отправляю заранее потому что принципе эти линии человека ни о чем как бы не скажет клиент придя опять же он уже посмотрел работу он понимает что будет вот и сидя дома как бы виде эти линии он все равно не примет никакого там решение нравится модель не нравится может даже убить да и может его сбить это лично важно личное общение вот ты пришел увидел дизайн тебе понравилось или не понравилось мы же тут же переводим его на тело сразу если цена картинки чтоб не нравится на теле то это совсем по-другому а домом перед компьютером этого сделать не сможет и получается человек делать какие-то поспешные выводы по дизайну опять же соберется свою семью маму папу брата сестру электрика дяди петя спросят совета вот посмотрите мне прислали стоит это делать не стоит нравится вам не нравится человеку делать татуировку он должен сам принимать решение где теперь понятно там этот крючок некрасивые это сместили ведь зачем тебе надо тоже серьезный человек рената и так далее только личное общение поэтому человек пришел понравилось перевели на тело еще сильнее понравилось начали делать и вперед в общем это вопрос про доверие доверие к мастеру и правильного выбора мастера если будет круто есть определенная как бы у меня система работы я по ней работаю вот если человек это не устраивается то есть мы не работаем просто значит я не ваш мастер все просто и писать там в комментариях да он зажрался этот блин усатый ну подберегите нервы товарищи как бы от этого алгоритм работы не изменится мастера если вы будете ему писать какую-то все нарабатывается годами ошибка за ошибкой эти правила выстраивать они такие становятся жестче данные мы уже стоим у шкафа на котором можно уплыть в случае потопа да это какой-то специальный шкаф который сергей заказывал не просто ну тут явно у нас все видимо книги да как про которые мы говорили с тобой у нас осталось просто вопрос есть ли плюсы минусы у японского стиля больше конечно плюсов по стиле есть минус минусы это прежде всего большие объемы как и плюс так и минус это долго нужно систематично посещать сеансы то есть планировать как-то свою жизнь свой график для того чтобы из него не выбиваться пропасть там на полгода но не очень хорошо все для процесса для завершения какой-то своей цели минус еще один это боль так как татуировка покрывает большую часть тела то ощущение спектр этих ощущений будет полный иногда это щекотно иногда это как массаж по всякому бывает но иногда это больно то есть вот из-за того что плотность высокая конечно везде вы боль почувствуете в каждом месте где-то своя а плюсы плюсы это выглядит сногсшибательно это очень красиво даже после смерти с годами эти татуировки не нужно корректировать каждые пять лет хорошая японская татуировка живет и 10 и 20-30 лет не ничего не нужно делать она как хорошее вино с годами становится только лучше выглядит респектабельно это такой плюс который перекрывает все вообще минусы и перекрывает еще еще все стили татуировок я так понимаю еще к тому же можно доращивать то есть например человек сделал там всегда продолжать да я просто сказал наверное вот такой масштабный будет юте но блин ее всегда можно продолжить что-то додумает где-то там увеличить сделал одну руку сделал вторую руку тебе как-то понятно куда двигаться дальше даже наверное если вы сделали просто отдельно персонаж какого-то нужно с отдельных персонажей можно сделать цветочек потом к этому цветочку добавить второй цветочек то есть это как конструктор вот ну забота о том как я буду продолжать на кстати сказал про цветочек я вспомнила про твою женку до которой ты пробовал ты борь и как тебе ты борь и понравилось да мне понравилось это делать но я понимаю что мне не хватает наверно знания для того чтобы увлечься этим нужно сто процентов я давай объясним в двух словах что это ты более это нанесение способ нанесения татуировки ручной способ нанесения японской татуировки он выглядит более так архаично по ручному то есть вот видно что это такая стопроцентная ручная работа вот многие мастера в японии до сих пор практикуют этот способ нанесения но это надо иметь огромный опыт чтобы делать да я почувствовал что мне не хватает знания многое в своей системе работы нужно поменять переорганизовать нам рабочее место под таборе вот и конечно нужен какой-то наставник который введет тебя в курс дела вот расскажет покажет ну и во первых нам себе нужно сделать татуировку таким способом то есть вот эти вот подростки которые покупают просто иглу и делают себе домашнюю татуировку это немножечко не она нужно наверное как-то мне кажется да совсем ладно хорошо давай тогда закончим наш выпуск назовем стиле которые также достойное внимание ну понятно это все очень субъективно вы можете убирать все что угодно но просто мастер который делает японскую татуировку какие еще нравится тебе стиле вообще скажу так мне нравится вот все стили если татуировка в этом определенном стиле сделано качественно и она впечатляет сделано с умом то есть мастер думал головой когда ее делал но это всегда приятно видеть вот а так конечно я приверженец более традиционных каких-то стилей мне нравится американский традиционный стиль конечно мне нравится орнаментал там ну и весь спектр это просто tribal качественно сделано написано в тело тоже впечатляют все что связано традиционно то есть получается досистили которые в принципе были придуманы под татуировку так-то по большому же тогда хорошо у нас осталось наверно озвучить 35 татуировщиков на которую который тебе нравится который тебя вдохновили ли там поменяли как-то твое отношение к татуировке на кого смотреть людям помимо там наших российских татуировщиков ну в общем очень много татуировщиков крутых вдохновляющих то есть просто россыпь иностранных и у нас есть мастера вот я бы назвал там несколько имен одно из них наверно этот человек не только как бы делает красивый татуировки он занимается еще такой просветительской деятельностью не один он конечно но группа выпускает книги то есть вот занимается таким образованием людей говорят делает и путешествует фотографируют потом печатают книги которым покупаем с удовольствием листаем на этот татуировщик алекс рынке харикицуна как раз последнее время уже не харикицуна там у них какие-то между собой ну я не хочу вдаваться в эти подробности да ну просто суть в том что вы можете его найти и под ником харикицуна да и рода алекс рынке по моему он так и есть на поле фокс он стал садов в инстаграме поле фокс потом это соответственно его который которому в бразилию ты которыми за в бразилию начал делать мне спину ну он прям перевернул на по не понимание татуировки о процессе рабочим и так далее вообще эта поездка конечно многое дала потом из японцев я бы назвал харихидо это его книга наверное самая первая которая не попала в руки и тогда я уже наверно понял что сто процентов делать японию его картинки меня поразили еще они были с описанием значениями такая вот работа была проделана потом люди это все напечатали он конечно бомбически рисует он же такой старенький очень все остальное наверное уже можно смотреть на кого подписаны эти мастера потому что обычно все хорошие мастера в том числе и бусло и желалово по цепочке вам зайдет дата очень много да можно бесконечно перечислять очень важно воспитать в себе вот этот вкус именно к самой татуировкой а для того чтобы его воспитать надо смотреть много 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 работ и не бежать первому мастеру и видосу полезно с ну что ж спасибо тебе сергей большое за наше интервью если ребята у вас остались какие-то вопросы обязательно пишите их в комментариях я буду связываться с сергеем и мы будем вместе стараться ответить нас на все самые интересные вопросы а пока не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки ну и вот побольше комментариев мне всегда приятно ну и комментировать уже все что хотите все и комментируете я уже готова ко всему я уже готова ко всему